Ну, мы тогда строим наш треугольничек. Он, наверное, будет побольше, чем этот, конечно же. У вас карандашом нарисовано или уже линером? Я так намахаю пока. Отлично. Что нам было чего детализировать, попухлей что-ли сделал. Так. Ничего себе, уже линером нарисовали. Ладно. То есть я сегодня опоздул вечером. Даже зерна, а как мы потом будем это все маркерами делать? Он не размажет. Придется, так сказать. Ну, ладно. Гулять-то гулять. Давайте я сразу тогда тоже. Треугольник, не круг. Да-да-да, молодцы. Ну, вот такой он будет. Также отмечу... Спасибо. Отмечу нижние. Вот эту корочку. Пока он мне почему-то напоминает мороженое. В следующий раз, походу, мы будем рисовать мороженое. Вот. В этот раз мы будем начинать с розового, самого светлого. Я еще пока не придумала надпись. Ее можно будет внизу написать, хотя и вверху тоже вместо есть. Вот. Мы тогда приступаем к цвету. Нам нужен бледно-розовый какой-нибудь, ну или розовый, и им мы жахнем верхушечку. Можно, в принципе, не все ее закрашивать, потому что мы потом все равно будем темным красным еще сверху накладывать. Он перекроет вполне. Нам главное накидать, так скажем, чтобы айсберг был светленьким. Также я еще внизу тоже розовенького добавлю для разнообразия. Там у нас этого не было в первом занятии, а здесь мы еще блендером по-розовому пройдемся. Здесь у нас корочка, она потолще, будет неплохо видно вот эту размазанную часть блендером. Внизу можно даже сразу блендером пройтись по розовой корочке. Здесь мы пока не будем трогать, потому что она уже потом станет подсохшей и будет хуже размываться. Поэтому мы ее сразу подсветлим, скажем так. И после блендера у нас будет красный маркер. Он у нас пойдет по мякоти. Господи, слово какое. Мякоти. По всей части. Можно также сбоку немножко оставить бледненького. И вот такими вкраплениями он пойдет по светлому розовому. Красный будет по всей части. Я даже, наверное, перемещусь на долото. Такой у нас, чтобы плотненький, красненький был. Сбоку тоже такой светленький белый оставлю чуть-чуть. И снизу розовеньким подразбавим. Еще раз пройдемся блендером. По красно-розовому уже такой смешанный цвет получается интересный. На блендере еще остается пигмент красный и такой прям светло-светло-розовый выходит. Дальше мы светлым верхушечку подразмоем. О, Маша, привет! Мы тут арбузы раздаем самонарисованные. Подбавлю чуть-чуть красненького здесь, он как-то менее плотный. Также можно немножко сделать полосатым верхушечку, где-то точечек подбавить. Для живописности. Подразмазать. И тень будет, ну такая полутень темным-розовым. Углубление цвета, скажем так, он будет виден, но будет очень похож на красный оттенок. Вон такой прожилки у этого арбузика. Сверху можно еще красным пройтись, чуть-чуть подуравновесить, если хочется. Там я немножко задела, можно это подправить блендером. На белые прожилочки светло-розового, не прожилочки, а вот где блик, чуть-чуть добавлю светло-розовенького, чтобы подзаиграло. А внизу уберу кляксу блендером. Настолько, насколько это возможно. Как вариант, можно добавить точечек, будет смотреться неплохо. Снизу будет такой стилизованный скетч. Можно это сделать красненьким. Будет интересно смотреться. Спасем его таким вариантом. Даже еще и розовенького тоже добавлю. Гулять так гулять. В верхушечку тоже еще розовых точечек добавим. Чуть-чуть еще прожилочек, чтобы вихрушка была не просто айсберг. Я думаю, можно это подразмыть. Только там, где на розовом, чуть-чуть подразмыть. Станет потемнее чуть-чуть. Я немножко хочу дать поверхности впитаться. У меня бумага для маркеров. Она не дает маркерам быстро сохнуть на бумаге. Поэтому я бы приступила сейчас к корочке. У нас это светло-салатовый. Также мы его где-то наполовинку. по форме корочки. Закрашиваем. Здесь можно светло-желтый, кстати, добавить. Если есть под рукой. У меня он остался с прошлого рисунка. такой маленькой полосочкой и блендером сейчас это будем размывать. Сразу два цвета будем размывать. Красиво и удобно. Зеленый будет немножко более, сказать, с отливом желтого. Желтый в него будет вливаться. Такая вот вкусненькая корочка у нас получается. Сейчас будем делать вторую линию из среднего зеленого. Чуть-чуть потоньше сделаем. Потому что когда будем размывать, она будет у нас становиться толще. Так, наверное, где-то примерно одна треть от салатовой. И салатовым размываем. Хорошенечко так проходим все. У нас переход был красивый. Еще раз пройдусь блендером, чтобы вот эту границу тоже сделать. Такой более градиентный. Чтобы она под размытая была тоже. Там пигмента от маркера много осталось от салатова. Надо подубавить. И можно еще прям тоненько-тоненько пройтись темно-зеленым в самом-самом низу. Такую небольшую линию. Совсем тоненькую. Как раз убрать, если где-то залезли зеленым. Делать поровнее. Также под размою, пожалуй, салатовым. Он в целом сделает и средний посветлее. И выровняет градиенты наши чуть-чуть. Будут более плавные переходы. Когда мы светлым проходимся, у нас в принципе все маркеры светлеют. Все цвета. Это тоже можно использовать. Также можно для стилизации точечек поставить зеленым. Средним у меня это будет. Я это сделаю по вот. Линии среднего зеленого. Немножко заходя в светлый. Можно даже такие толстенькие где-то точечки сделать. Я знаю, тут кроме меня есть еще как минимум один любитель точек. Так. Дальше у нас пойдут семечки. У меня это кисть. У кого не кисть, можно делать так же, как мы делали на прошлом, сегодняшнем. Рисовать семечки и закрашивать. Если тоже кисть, то можно прям вот ставить такие пятнышки в хаотичном порядке. Где-то поменьше они будут, где-то побольше. Дальше. Книзу у нас уже их меньше обычно. Дальше я их выделю линером. Обведу. С одной стороны. С другой стороны бликом обведу. Ладно, будем помедленнее. Где-то можно линером тоже добавить такие намеки на семечки. Они иногда где-то вылезают прям, но их не совсем видно. добавить каких-то точечек. И блик у нас получается белой ручкой. Так же, как было в прошлый раз. У нас свет сверху. И с левой стороны у нас блик слева. Мы доходим до середины и меняем направо. Дальше в ход пойдет фиолетовый маркер. Ориентируясь на блики, мы можем как раз поставить тень. Опять-таки у нас будет с противоположной стороны блика. Так, немножко подчеркнем. где-то можно также, где у нас был линер, чуть-чуть поставить точечек линий тоже. Сейчас еще и мы сделаем небольшую тень в самом, в самой мякоти. Это внизу. Подчеркнем прожилочки. Где-то линии можно поставить, где-то потолще тень прямо сделать. Вкуснота вообще в целом получается. Даже можно точечек чуть-чуть подбавить в нижней части. Такой переход сделать. Но не очень много, иначе прям будет слишком все у нас точечно. Дальше пойдет белая ручка. Давайте я подожду, пока вы, если это все доделали, напишите. И на самой мякоти будем блики делать. Она у нас получается такая тоже мясистая. Но много линий я бы не стала рисовать. Иначе у нас будет все прям в белой ручке. Также подчеркнем некоторые линии. Соответственно белой гелевой ручкой мы подчеркиваем светлые места. Туда точечек и линий добавляем. Боковинки. Тоже подчеркнем. И внутри у него мякоть такая. Сейчас покажу. Что-то примерно вот это вот то, что мы рисовали. Будут такими хаотичными линиями, но мы их будем не очень много делать. Вот такие вот прожилочки. По всей мякоти. Подчеркивая их вот структуру. Вверху можно побольше. Там у нас блики. Ну и сам вниз корочку тоже можно подчеркнуть. Она у нас тоже блестит. Осталась тень. В принципе у меня это будет голубой. Я ее сделаю прям по форме. И вот как бы вот такую вниз уменьшающуюся. По-моему прикольно. Сочетание очень классное. Голубой, зеленым, красным. Кое-где можно, если зашли, подразмыть как раз. Там так сочненько вышло. Арбуз уже писали. Какие есть предложения? Что напишем? Здесь, кстати, можно еще темно-синим сделать какие-нибудь точечки. Можно и тем же цветом, кстати. Если он довольно-таки светлый маркер, то можно тоже сделать точечки. Они будут видны. Чуть-чуть пройдусь им еще разок снизу. Углубить тень. И уже по ней накидаю точек. Прям по линии вот второй. И чем дальше, тем их меньше. Вообще шикарно. Always summer. Ну да, прикольно. Надо сейчас подумать, как мы ее напишем. Напишем. Сорян. Я увлеклась придумыванием надписей. Да-да-да. Мне немножко с запозданием комментарии приходят. Но вы ничего особо не пропустили. Здесь какое-нибудь. Делает рассмашистую. Ага. Вот у меня и не поместится. Сейчас мы ее. Вон так вполне я ее вместила. И сейчас мы ее линером обведем. Красоту такую. В нее потом можно будет голубой еще. Маркер ввести, чтобы подчеркнуть. Букву С определюсь. Все загоголинки и украшения тоже предпочитаю сразу. Чтобы потом не было, что я не туда куда-то руку повела. и она куда-то уехала. Ну что, пишем. Здесь также, когда идет надпись, лучше руку отпускать. И если даже чуть-чуть не так написали, ничего страшного. Потому что, если будете очень зажаты, надпись такая будет. Видно, что вы старались, так скажем. А когда она такая, так сказать, вольная, ее тоже видно и очень прикольно смотрится. Р чуть-чуть пострадала. Сейчас мы ее белой ручкой подправим. Что, стираем ластиком все ненужное. И будем добавлять голубой маркер, чтобы подуравновесить низ вверх. Тем более, что голубой красивый. Я считаю, что он достоин быть в большем количестве на этом рисунке. Белая ручка стерлась. Голубой маркер. В общем, я пойдусь по толщинкам. Подчеркну их. Видно там. Вполне так хаотично. Даже слегка небрежно, я бы сказала. Заметем следы белой ручкой. Так, что у нас можно добавить. Смотрите, мы с вами молодцы. Уложились 40 минут. Классно же. Я думаю, в принципе, можно так уже и оставить. Успели? У меня все в ручке. Вот у нас такой милый арбузян. Все круто. Такой у нас сегодня получается арбузный марафон с двумя арбузами разными. Так что всем хороших выходных. И будем рисовать, я думаю, еще. Подумаем, когда и как. Спасибо вам, что вы приходите и рисуете со мной. Всем арта, так скажем, хорошего настроения и не унывать. Жду ваших арбузиков. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok